Буквально вчера стали известны предварительные итоги рейтинга показателей территориальных управлений ФАС по работе за первое полугодие 2019 года. Об этом сообщил руководитель региональной антимонопольной службы Геннадий Спирчегов на встрече с журналистами. По его словам, показатели управления Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области по многим направлениям высокие. Очень важный показатель, что ни одного решения у нас в этом полугодии в судах не отменено. Это как раз показывает профессионализм нашего коллектива, наших сотрудников. По сути дела, 100% всех наших решений судами подтверждены в этом полугодии. Руководитель регионального УФАС также озвучил итоги работы его ведомства за первое полугодие. По его мнению, самое громкое дело первой половины года связано с предупреждением нарушений в области госзакупок. По поступившему от регионального управления ФСБ материалом, антимонопольщики смогли после двух решений арбитражного суда остановить действия МУП в стройзаказчике администрации Ульяновска. Это помогло предотвратить незаконный уход бюджетных средств. По данному факту, на сегодня возбуждено несколько уголовных дел. Директор МУП был привлечен к ответственности. На него наложен штраф в размере 100 тысяч рублей. Сейчас рассматривается дело о привлечении к административной ответственности высоких должностных лиц мэрии. К выводу, какие? Любые нарушения контрактной системы или законодательства федерального закупка приводят к потере бюджета. Это не просто потери бюджета, а морфно массы. Теряем мы, жители Ульянской области. Мы теряем деньги. Деньги уходят. В первом полугодии, по сравнению с тем же периодом прошлого года, значительно выросло количество нарушений законодательства о рекламе. За последние месяцы возбуждено 24 уголовных дела. Часть дел касается фактов размещения рекламы в неустановленных местах, например, внутри подъездов на фасадах зданий. Это как раз нарушение части 11 статьи 5. То есть параллельно идет нарушение законодательства, регламентирующего жилищные отношения. То есть собственники не дают разрешения на подобный способ распространения рекламы, а некоторые умные в кавычках рекламодатели, рекламораспространители проникают в подъезде и начинают клеить свою рекламу везде и повсюду. На сегодня по возбужденным уголовным делам принято 18 решений о признании нарушений рекламного законодательства. Выдано 5 предписаний об устранении нарушений законодательства о рекламе. Ирина Антонова, Юрий Конихин. Новости Уллправда ТВ.